Мы обсудим задачу о присоединении одного вектора. Я вам расскажу некую комбинаторную постановку. Она в этой аудитории звучала даже неоднократно в прошлые годы, но совершенно не в связи с этой задачей. И для тех, кто, может быть, когда-то слышал эту постановку, будет даже еще более удивительно узнать, что, оказывается, она еще из-за задачи связаны. Сейчас мы рассмотрим определенную комбинаторную постановку, которая, на первый взгляд, никакого отношения к этой задаче не имеет. И дальше я вам покажу, продемонстрирую, что эта комбинаторная практика напрямую имеет отношение к вопросу о дефекте. Отступление в совершенно другую степь, а потом как-то вот эта и та степь, они сожились. Постановка задачи, которая, как я уже говорил, в этой аудитории как раз звучала, совершенно школьная постановка. Я ее все-таки озвучу в своем стандартном стиле, который здесь звучал. Вот есть аудитория. В ней сидит какое-то количество школьников. Так? Ну, может быть, не только школьников, тут есть и школьников. Ну, не знаю сколько. R человек. Я предпочитаю сейчас писать не конкретные числа, потому что я в первую очередь-то не этой задачей буду заниматься, а постараюсь привязать ее к задаче про дефект. Удивительным совершенно образом. Но вот в аудитории есть N школьников. N человек. Не важно, чем уравняется N. Причем, внимание, вот это N, и то N, которое у нас с вами было, это одно и то же N в итоге. То есть вот вы это имеете сразу в виду. Так, вот у нас в аудитории N человек. Давайте теперь составлять некоторые группы, комбинировать людей. Ну, скажем, давайте проведем какую-нибудь олимпиаду по комбинаторике и отберем K лучших людей. K. K лучших комбинаторщиков. K лучших комбинаторщиков. K комбинаторщиков. Нет, вы не думаете, что K обозначение соответствует комбе, потому что комбинаторщиков начинается с K. Сейчас у меня будут лучшие геометры, да? Вы, наверное, думаете, что их будет G. Нет, их тоже будет K. K это одно и то же число для всех. Значит, выберем, произведем еще одну олимпиаду, в которой уже посмотрим, кто у нас лучше всех умеет решать задачи по геометрии. K лучших геометрии. Ну и так далее. Проводим такие предметные олимпиады, одну за другой, и каждый раз выбираем K лучших товарищей. Где K это какое-то заранее наперед заданное число. Ну, я надеюсь, вы понимаете, K превосходит N. Это-то очевидно. K, конечно, не больше, чем мы. Ну, давайте K числовиков. Я думаю, что это уместное дело, потому что мы с вами занимаемся, по сути, теорией чисел и комбинаторикой. Комбинаторика пока отсутствовала, пока была только теория чисел. Вот сейчас будет как раз комбинаторика. Ну и давайте считать, что всего предметов S штук. Вот есть такие три параметра задачи. N человек, K комбинаторщиков, K геометров, K числовиков и всего S предметов, по которым мы провозили олимпиаду. Ну, в принципе, как вы понимаете, K лучших комбинаторщиков могут просто тождественно совпасть с K геометрами. Эти два множества могут совпадать. Но могут как-то различаться, а могут вообще не пересекаться, правда? То есть, давайте я абстрактно скажу. Можно людей занумеровать. Получится просто числа 1, 2 и так далее N. Такое множество из N элементов. Это люди, аудитория. И в этом множестве выделены некоторые K элементные подмножества, K сочетания. Ну, давайте их как-то обозначим. M1, это будет K лучших комбинаторщиков. M1, и в нем точность K элементов. Вот этот модуль, это просто мощность множества, количество элементов в нем. M2, это K лучших геометров, и есть тоже K человек. И так далее MS, это K лучших числовиков, и их тоже S человек. Значит, как ставится моя любимая комбинаторная задача? Ставится она следующим образом. Ну, мы же выбирали лучше по разным предметам, да? А теперь для чего мы это делаем? Мы хотим отправить команду из этой аудитории. Отправить мы ее хотим на Олимпиаду, уже многопредметную, куда-нибудь в Австралию. Почему в Австралию? Потому что в Австралию дорого лететь. Задача иначе неинтересно ставится. В Австралию, конечно, не хочется отправлять всех вас. Потому что очень дорого, но не сможем мы столько оплатить билетами, понимаете? Еще лучше на Антарктиду. Проводить Олимпиаду на Антарктиде. Прекрасная идея. Ну да еще так. Поэтому хочется выбрать поменьше людей. Но при этом как хочется составить команду? Наверное, хочется, чтобы в команде присутствовали представители каждого из вот этих множеств. Ну, наверное, хочется, чтобы в нашей команде был хотя бы один лучший комбинаторщик. Иначе мы провалим комбинаторную составляющую Олимпиады. Наверное, хочется, чтобы в нашей команде был хотя бы один лучший геометр. Ну и так далее. То есть, с одной стороны, хочется, чтобы команда содержала по представителю из каждого из вот этих множеств. А с другой стороны, хочется, чтобы эта команда была как можно меньше, чтобы не пришлось много платить за билеты. Давайте назовем системой общих представителей. Система общих представителей. Я вообще буду совсем коротко говорить. СОП. Ну, СОП. Система общих представителей. То есть, назовем систему общих представителей для совокупности множества красивой вот этой М1 и так далее МС. Любое подмогство С большое из 1, 2 и так далее Н такое, что С большое, пересеченное с обытом, не пусто для любого и от 1 до С. Ну, вот это ровно то, что я сказал. СОП – это команда. СОП – это такая команда, которая содержит по представителю из каждого множества в нашей совокупности. Не очень абстрактно, понятно? Я же вроде это прокомментировал словами. Абстрактно пишется вот так. Система общих представителей – это любое множество человек, множество элементов, этого множества, которое не пусто пересекается с каждым иным, то есть содержит по представителю из каждого. Ну, я недавно здесь нарисовал, что оно может равняться. Понятно, что всегда можно всех отправить, но это очень дорого. Вот давайте такой буковкой греческой Тау, ну, я прошу прощения, потому что я использую, может, непривычную букву, но это традиционное обозначение. Буквкой Тау от М красивого, то есть от всей вот этой совокупности предметов, специалистов по предмету, даваясь букву Тау от М красивое, обозначать количество элементов в самой маленькой системе общих представителей, в самой маленькой сок для М. Ну, то есть самый маленький размер команды, самый низкий бюджет, который только можно положить на эту Олимпиаду в Австралии. Ась? Вообще, когда рассказываешь именно эту тему, как основную, школьники обычно очень быстро догадываются, как хорошо можно оценить сверху вот этот Тау от М, то есть как организовать отбор членов команды, чтобы получилось поэкономнее. Идея очень простая, это называется жадный алгоритм, надо выбирать просто сразу такого товарища в команду, который служит представителем наибольшего количества вот этих множеств. Отобрали, выкинули все те множества, которых он представил, взяли оставшиеся множества и опять жадно нашли товарища, которые их представляли. Ну, я сейчас про это рассказывать как раз не буду, это предмет для отдельной лекции, она открыт в интернете, то есть я как раз вот это сейчас на этом заострять внимание не стану. Да, просто вот мне нужно это определение. И теперь, друзья, вот теперь мне нужно попробовать загадочным образом установить связь между этой чисто комбинаторной задачей, нашей исходной теоретикой числа. Вот, глядя на это, кажется, ну, боже мой, ну, понятно, команда на Олимпиаду. Ну, какое это может иметь отношение к каким-то там страшным дефектам? К минимальному количеству векторов, которые надо удалить из стандартного базиса, чтобы оставшиеся векторы можно было дополнить до базиса в новой решетке. Жуть какая-то. Причем там система представителей. Ну, сейчас будем на примерах разбираться, потом я попробую произнести общее рассуждение, ну, кому-то будет понятно, кому-то, может, не совсем, но, по крайней мере, можно будет разобраться. Давайте я теперь сотру эти определения, они понятны. И будем возвращаться к нашим задачам, к нашим примерам.